Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравились наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться. Наряду с танками, утвержденный в 1942 году штат танковых бригад, включал зенитные самоходные установки для обеспечения противовоздушной обороны механизированных колонн. А также противотанковые САУ, предназначавшиеся на роль противотанкового резерва командования бригад. Заказ на разработку и постройку прототипа ЗСУ, принятый на вооружение лишь в качестве опытной, под обозначением ЛВКВ-ФМ-43, был выдан фирме «Лансверк» в 1943 году. Однако, вследствие ряда обстоятельств, прототип так никогда и не был завершен. Вместо этого, 23 марта 1945 года «Лансверк» получила заказ на производство шасси для 17 серийных ЗСУ, изготовление башен для которых было поручено фирме «Бофорс». Передача первых машин армии состоялась лишь в послевоенный период, в 1947 году. Конструктивно заказанные САУ явились дальнейшим развитием Л-62-Анти-2, однако вооружались спаренной установкой 40-мм автоматических пушек М-36. Схожим образом сложилась и судьба противотанковых САУ, получивших обозначение ПВКВ-М-43. В качестве шасси был избран средний танк М-42, однако специально для САУ было решено разработать новую механическую трансмиссию. Лобовое бронирование ПВКВ-М-43 достигло 80 мм, а вооружение САУ составил противотанковый вариант 75-мм зенитной пушки М-36 с длиной ствола в 50,5 калибров. Для размещения более мощной артиллерийской системы на месте подбашенной коробки танка была установлена и открытая сверху неподвижная рубка, ограничившая углы горизонтального наведения до плюс-минус 15 градусов. В 1942 году «Ланцверк» был выдан заказ на выпуск 87 САУ, первые из которых должны были быть переданы армии в 1944 году. Однако различные проблемы, прежде всего задержки с разработкой механической трансмиссии, привели к тому, что в 1944 году был завершен только прототип ПВКВ-М-43, а выпуск серийных машин начался лишь в 1946 году. С принятием в 1942 году решения о формировании танковых бригад перед шведской армией встала проблема обеспечения транспортировки сопровождающей танки пехоты к полю боя. В связи с этим фирме «Ланцверк» был выдан заказ на проектирование бронетранспортера на шасси коммерческого грузового автомобиля. Броневые корпуса «Теренг Билл М42» изготавливались «Ланцверк» и передавались фирмам, осуществлявшим окончательную сборку бронетранспортеров на шасси собственного производства. Заказ на 300 машин получила «Сканья Вабис» и на 200 «Вольво». Выпуск «Теренг Билл М42» продолжался с 1943 по 1946 год. Базой для бронетранспортера, принятого на вооружение под обозначением «Теренг Билл М42» служили двухосные полноприводные шасси трехтонных грузовых автомобилей фирм «Сканья Вабис» и «Вольво». На них устанавливался сварной броневой корпус, собранный с применением рациональных углов наклона брони. Толщина брони, по одним данным, составляла 15 мм в лобовой части по бортам, по другим же доходила в лобовой части до 20 мм. Компоновка 8,5 тонны машины по сравнению с грузовым автомобилем не изменилась. Помимо командира и водителя, в закрытой кабине «Теренг Билл М42» мог перевозить 16 пехотинцев в открытом сверху десантном отделении. В зависимости от использованного шасси, бронетранспортеры получали дополнительный индекс СКП или ВКП, то есть или «Сканья» или «Вольво». Потребность в машинах для эвакуации с поля боя, вышедшей из строя, бронетехники изучала шведскими военными еще с 1940 года. Однако ограниченный военный бюджет того времени не позволял предпринимать каких-либо практических шагов в этом направлении до ноября 1941 года. После изучения вопроса с эвакуационными машинами, МТУ выдало Лансверк заказ на создание бронированной ремонтно-эвакуационной машины «БРЭМ». Проект был представлен фирмой к концу весны 1942 года. Получившее обозначение BBVM42 машина отличалась от линейного танка установкой башни с краном грузоподъемностью в 12 тонн. Сектор поворота крана составлял плюс-минус 45 градусов, лебедка которого приводилась с двигателем «БРЭМ». Кроме того, машина комплектовалась с гидравлическими домкратами и оборудованием для буксировки. После дальнейшей проработки вопроса в попытках снизить стоимость машины с заявленных в 250 тысяч крон, 5 апреля 1943 года Лансверк было заказано изготовление двух экземпляров «БРЭМ», завершенных в мае 1944 года. Хотя проблемы с электромеханической трансмиссией затянули их принятие армией до 4 ноября. Обе «БРЭМ» поступили в войска, однако заказов на массовое производство BBVM42 не последовало. Хотя после Panzerbill M39 разработка бронеавтомобилей в Швеции не велась, в 1943 году шведская армия приобрела у Финляндии три из захваченных ими советских BA-10, финнами, отнесенными к неподлежащим восстановлению. В 1944 году бронеавтомобили прошли восстановительный ремонт на заводе Ford в Стокгольме, где они были оснащены новыми двигателями, узлами трансмиссии, крыльями, электрооборудованием и вооружением. В таком виде машины были приняты на вооружение под обозначением Panzerbill M31F и использовались в качестве учебных. Помимо перечисленных образцов, в 1944 году Лансверк по заказу шведской армии были разработаны бронированные аэросани Slendan. При массе в 6,5 тонн, две из которых приходилось на бронирование, аэросани оснащались авиационным двигателем мощностью в 575, а позднее в 980 л.с., позволявшим им развивать максимальную скорость в 124 км в час. На испытаниях прототип аэросаней продемонстрировал плохую устойчивость и управляемость, и все работы над проектом были прекращены в 1948 году. Продолжение следует...